Все отношение Бога к Своему народу и отношение народа к Божьему содержится в написанном Слове. Матфея 5, 45-48 Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Это на самом деле повелевающая заповедь адресована непосредственно только к категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что только свойства ученика делаются теми инструментами, которые способны сформировать их в образ и подобие Бога. И чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, которые выражаются в свете солнца и дождя, присущими нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего нас к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание людей, которые являются носителями света и дождя в лице жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. И для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака, домоуправителем Авраама. Мы отметили, что Елизер из Дамаска, домоуправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе Своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца. Потому что спасение наследует только избранные, а не званные. Званых много, избранных всегда очень мало. Имя Елизер означает «Мой Бог помощь», но когда оно употребляется как глагол, то оно означает выпрямлять, исправлять, утешать, восстанавливать, отстраивать. Прообраз же ангела, который благоустроил или должен был благоустроить путь для Елизера, чтобы он мог определить невесту для Исаака. Это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Дух Святой призван определять и избирать невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, в которых Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые, подобно ревеке, приняли того человека, которого Бог послал в их жизнь учителям, в силу чего они и облеклись в достоинство учеников Христовых. Именно только о Своих учениках Иисус перед тем, как предать Себя на смерть, вознес такое ходатайство. Иоанна 17, 21-23. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они. Да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». И чтобы соработать с истинными указующими путь Господу, как своему жениху, мы в истории Ревекки и Елизера выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими к Богу, как к своему жениху. Это место и время избрания невесты. Это образ девицы, черпающей воду из источника. Это девица, дающая по просьбе из своего кувшина пить. Это образ девицы, которая получила золотую серьгу и два золотых запястья. Это образ девицы, которая дает место для ночлеги в доме своего отца. Это откровение девицы о своем избрании в невесты. Это девица, которая получила серебряные и золотые вещи и одежды. Это девица, которая дает согласие оставить свой народ и свой дом. Далее это путь невесты из Месопотамии в Бер-Лохай-Рои, полуденная страна Хананской земли. Далее встреча с женихом в Бер-Лохай-Рои вечером. Далее невеста сходит с верблюдой и покрывает себя покрывалом. И, наконец, сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на седьмом образе. Это получение ревекой от елизера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милости правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело, и мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот, ревека, пред тобою возьми и пойди, пусть будет она женою сыну, господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Аврамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Мы отметили, что вещи серебряные и золотые, а также и одежды – это некий образ обетований, заключенный в трех форматах истин, без реализации и с работы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет абсолютно невозможным. Принятие этих вещей стало возможным только во время ночи, когда Элизер был принят на ночлег в доме родителей Ревеки. Это образ, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, способна принять Святого Духа в предмете Его ночи для пребывания в нашей ночи. Как написано, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». То есть он будет стучать только в двери тех, кто способен воспринимать Его Слово. Люди, которые не способны воспринимать Слово Божие и которые духовно почитают безумием, в сердца тех людей Дух Святой не стучит. Он стучит только в сердца тех людей, которые способны принять Его ночь, в свою ночь, где ночь ночи откроет знания и где они потом смогут днем говорить об этом, передавать эту речь. В начале нашего исследования мы сделали ударение на том, что в Писании как серебро, так и золото символизируют различные аспекты совершенного или совершенного Богом искупления. И что на еврите под вещами, серебряными вещами, золотыми имеются в виду интересные образы истин, которые призваны выстроить наши отношения с Богом, как со своим женихом. Мы читаем вещи, но в оригинале, когда читает это еврей на своем языке, он под этими вещами видит вот что. Это сосуд, это изделие, это принадлежности для устроения святилища, это прибор писца, это измерительный прибор, это музыкальный инструмент, это воинское оружие, это орудие земледельца. Учитывая же, что на еврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значения исследуемого предмета или свойств дополняются, то слово «вещи» на еврите в состоянии глагола означает благотворить, облагодетельствовать, делать милым, нежным или очаровательным. То есть, Святой Дух, давая эти вещи, эти обетования, эти истины для тех, кто может услышать Его голос и кто принял Его в свою ночь, Он облагодетельствует в этих вещах, делает милым и очаровательным, получать благодать или пощаду в этих вещах, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным от обычных вещей или освященным для Бога, возводить на престол или передавать власть на наследие, передавать право на владычество над своим призванием. Исходя из имеющегося смысла, образно эти вещи содержат в себе сокровища нашей надежды, чтобы, приняв их, мы, подобно Ревеке, посредством этих истин могли бы, во-первых, обладать конкретными доказательствами надежды на Бога, благодаря которым мы могли бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранять слово терпение. То есть человек не может иметь веру и упование на Бога, если у него не будет надежды, если у него не будет этих вещей, которые он может получить только в ночи. Во-вторых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы, подобно Ревеке, могли бы оставить свой народ и свой дом. Вот почему многие святые не могут оставить свой народ и свой дом, и для них их национальность – это какое-то божество. Они скорее националисты, нежели иудеи, то есть христиане, потому что они не созрели в своем сердце для того, чтобы принять откровение, что такое их народ и что такое народ Божий, состоящие из всех народов и племен, и что им надо для того, чтобы войти в категорию народа Божьего, состоящего из многих племен, народов, языков, национальностей, оставить свою национальность, оставить свой народ, оставить свой дом. В-третьих, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы могли бы входить в присутствие Бога. Без этих вещей никто не может войти в присутствие Бога. Да, Бог отвечает на молитвы душевных людей, но Он отвечает им вне святилища, как Он отвечал о гаре в пустыне. Но Он никогда бы не ответил священнику в пустыне. Священник может встречаться с Богом только в святилище, в храме, полностью одев на себя одежды. В-четвертых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы могли бы являть владычество над своим призванием. Далее мы отметили, что отличие золотых вещей от вещей серебряных в учении об искуплении состоит в том, что серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, примеряет нас с Богом и дает нам возможность облекаться в правду, то есть быть оправданными. в то время как золото в учении об искуплении также независимо от закона Моисеева дает нам возможность творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения и если уподобление серебряным сосудом демонстрировали кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог то уподобление золотым сосудом наделяют нас властью над тем что сделал для нас Бог в нашем предназначении далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления имеется в виду на самом деле только образ церкви которая находится на земле так как исходя из откровения и писания в образе Дома Божьего, который находится на небесах сосудов для низкого употребления нет и в понине потому что находиться на небесах который является небесным Домом Божия то есть Духа Божия и в то же самое время не воспринимать, что исходит от Духа Божия потому что душевно люди это не воспринимают да еще и почитать это безумием невозможно представьте себе, как может находиться в небесах такой человек, который не признает Духа Божия и не принимает и еще считает это безумием 1 Коринфянам 2.14 душевный человек не принимает того, что Духа Божия, но он спасен потому что он почитает это безумием, но он спасен и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно несмотря на это он спасен но наследует он спасение, это вопрос он спасен но наследуют ли спасенные находясь в душевном состоянии свое спасение, это вопрос потому что то, что Бог терпит в среде своего народа на земле он никогда не потерпит на небесах далее мы отметили, что как священники Богу мы призваны пить как из сосудов серебряных, так и из золотых но как цари Богу мы призваны пить только из сосудов золотых потому что истинное искупление в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания что мы свои Богу, что мы оправданы в то время как истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия а душевные люди говорят не судите, не судите никого, не надо никого судить и тем самым судят. Когда они говорят человеку «не суди», они же в это время его судят, когда говорят ему «не суди». Не понимая, что судить-то мы должны, но только судом справедливым и правомочным, далее ежедневно являт святость в делах нашего освящения. Третий царь с 10.21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева, а он был выполнен, то есть дерево ливанское – это образ праведности, они были выполнены из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что». Считать серебро ни за что, как мы с вами говорили, означает потерять свою душу. До тех пор, пока человек не потеряет свою душу, для него серебро будет обладать чем-то. «Мы оправданы, мы спасены, слава Богу!» Человек радуется, что он оправдан, для него это серебро является чем-то, но он не обладает способностью творить правду, потому что у него нет золота, он еще не уподоблен золоту. Потому что, повторяю, оправдание, которое мы получаем в весе серебра, происходит в то время, когда мы еще не потеряли своей души. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при этом оставаться в состоянии младенчества, в котором абсолютно невозможно не то что творить правду, разуметь ее, а уже творить ее в деяниях правомощного справедливого суда, да еще и освящаться в деянии поступков взятости, это невозможно. А это означает погубить свою душу с нечестивыми. Если это невозможно, если ты еще не потерял души, ты принял спасение в душевности, вот это серебро, но не потерял своей души, то это означает погубить душу свою с нечестивыми. Несмотря на то, что ты был оправдан, спасен, тем не менее, если ты не потеряешь своей души, если не будешь почитать серебро ни за что и не уподобишься золоту, то ты погибнешь. В то время, как возненавидеть душу свою в мире, всем означает сохранить ее в жизнь вечную. Вот считать серебро ни за что. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правомощного правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который отказался пускать в оборот доверенное ему Богом серебро и искупление и закопал его в землю своей интеллектуальной сферы. А я так не понимаю. Видите, душевные люди всегда утверждаются на своем разуме, на способности своего интеллекта. А что, говорит, у меня головы нет. Это говорит о том, что это люди, которые даже не знают, они не уподоблены золоту, да, они серебро, да, они оправданы, но они не могут творить правду, потому что для того, чтобы творить правду, нужно разговаривать и, наконец, начать общение сердцем. Надо оставить свой разум. Мы не все можем понимать разумом. Истина воспринимается в сердце, не всегда схватывается умом, а потом отлеживается там, и потом начинает работать, и только потом оттуда приходит, и мы начинаем понимать, но иногда мы не можем объяснить это ни языком, ни умом, но мы понимаем ее, что оно вот где-то там, но мы не можем этого объяснить. Исходя из Писания, человек, не являющий в своих поступках святости, никогда не может увидеть Господа. Это печально. Евреям 12,14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость. Человек может быть святым, но не иметь святости. Потому что святой – это определение святыни, принадлежащей Богу, в предмете состояния человеческого сердца, который оправдан Богом посредством искупления. В то время как святость – это поступок или же плод святости, который является предназначением всякого человека, принявшего искупление Божие. То есть, являть плод святости – это наше предназначение. Человек принял оправдание, но не выполняет своего предназначения. Оно дано для определенной цели, а он не использует его для этой цели. А посему именно плод святости является гарантией на наследие вечной жизни в предмете Царства Небесного, а не просто оправдание. Не просто принадлежность к Богу. А плод святости является гарантией, что мы наследуем Царство Небесное. Римлянам 6,22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». И разумеется, чтобы приносить плод святости, необходимо святить себя пред Богом и для Бога, ради Бога. Святить означает почитать себя святым, растить волосы. Вы знаете, что такое растить волосы? Это значит признавать над собою человека, которого Бог послал в вашу жизнь учителям, и не кичиться своей головой и своим умом, и своей Библией. А у меня тоже есть Библия. В-третьих, отделять себя от обычных вещей и предназначать себя для Бога, посвящать себя в Назарее, отдавать Богу себя в святое употребление, очищать себя от скверны плоти и духа, воздерживаться от вина и крепких напитков, предохранять себя от прикосновения к мертвому телу. Мертвое тело – это те святые, которые ранее были живыми, а потом умерли для Бога. Они переполняют все собрания, и очень важно не прикасаться к этим людям, не сообщаться с ними. Они имеют вид благочестия, но силы его отверглись. Рассматривая образ, обусловленный золотыми вещами, в золотых принадлежностях для устроения скини, мы пришли к выводу, что первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора от вещей внутреннего двора заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скини, само по себе не являлось целью, а только лишь приготавливало человека к подлинной цели, которой являлось вхождение в освятилище, в золото, в непосредственное присутствие Бога. И, как мы с вами отмечали, несмотря на то, что Бог живет на небесах и в освятилище, которым является тело Христово в лице церкви, найти его можно только в освятилище, устроенном нами в нашем сердце, в нашем духе. 1 Петра 2,5 «Устрояйте из себя дом духовное священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, которым были обложены столбы внутреннего двора скини, и обратились к значению золота в таких конкретных и священных изделиях, которые и обуславливали святилище, и для которых, собственно, и созидалось и устроялось это святилище. Это золотой светильник, это золотой стол хлебопредложений, это золотой жертвенник курения, это золотая ходильница, и это золотой ковчег завета. Устроение самих себя в духе в эти пять священных изделий призваны определять свойства и роль нашего духа в наших взаимоотношениях с Богом и с самим собою, и таким образом служить пред Богом доказательством и определением нашей принадлежности к категории невесты Агнца. Потому что только при наличии этих пяти золотых изделий в нашем духе могут выполнять священные действия пред Богом наша совесть. Наша совесть – это наша самость или наше неистребимое «я», которое одето в плоть. Наше поклонение – это наше общение с Богом, где мы можем хвалить Бога. Наша интуиция – это способность принимать сокровенное от Бога и передавать его. В определенном формате мы уже рассмотрели назначение и свойства, которые призваны осуществлять во святилище нашего духа золотой светильник, золотой стол и золотой жертвенник, и остановились на исследовании золотой кодильницы. Золотая кодильница – это тот предмет, который напрямую принадлежит субстанции нашего духа, называемой святой и святых, но который, в отличие от золотого ковчега, который постоянно находился там, может выноситься из святая и святых на внешний двор скиньи и затем вновь вноситься во святая и святых в непосредственное присутствие Бога. Левитам 16, 12, 13 «И возьмет горящих угольев в полную кодильницу жертвенника». А вы знаете, что огонь жертвенника, который горит на внешнем дворе, для того, чтобы взять это, нужно эту золотую кодильницу, вынести ее и насыпать туда, который пред лицом Господним, и благовонно мелко истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Учитывая этот фактор, золотая кодильница осуществляет в нашем духе роль нашей интуиции, которая получает откровение от духа и переносит его в наш разум. Далее мы сделали ударение на том, что золотая кодильница, наполненная курением, вносилась первосвященникам во святое святых, но на самом деле она являлась приношением князя. И только первосвященник мог вносить это приношение князя в непосредственное присутствие Бога. Число 7, 12, 14. В первый день принес приношение свое на Ассон, Сыд, Аминодавов от колена Иудина. Приношение его было одна золотая кодильница в 10 сиклей, вес 10 сиклей, золота, наполненная курением. Нашим князем является наш интеллект, поставленный в зависимость от нашего первосвященника, которым является наш возрожденный от Бога дух. Поэтому наш разум доходит только до порога святилища и там склоняется, и дальше не может идти. Дальше наше приношение несет священник, то есть уже наш дух в присутствии Бога. Вес в 10 сиклей золота определял достоинство золотой кодильницы, которой князь выражал свое почтение к Богу. В Писании число 10 это образ святыни Господней, который находится в распоряжении человека, но принадлежит Богу. А потому золотая кодильница, наполненная курением, демонстрировала независимость от закона Моисеева, которым не могла оправдаться никакая плоть. Десятина по своему происхождению присутствовала во взаимоотношениях человека с Богом задолго до появления закона Моисеева в образе дерева познания добра и зла в Едемском саду. Именно там выстраивались взаимоотношения Бога с человеком в Едемском саду в отношении этого дерева. Как человек будет относиться к этому дереву? Если он не смотрит на это дерево и не ест от него, и не прикасается к нему, это означает, что он чтит Бога. А если он прикасается к нему, ест от него, это значит, что он не чтит Бога, и тогда отношения с Богом разрушаются. Ведь в Писании так и говорится, вы отступили от Меня, скажете, как мы можем снова обратиться к тебе? Он говорит, обратитесь ко Мне, вы скажете, а как нам обратиться? И Господь говорит, принесите все десятины в дом-хранилище, вот как вам обратиться. Перестаньте прикасаться к Моей святыне. Это Мое, это Моя часть. А посему приношение князя в золотой кадильнице весом в десять циклей, наполненное курением, это образ благодати в предмете благодарности князя, который он чтил Бога. Под курением золотой кадильницы подразумевалась молитва святых, инспирируемых святым Духом, в которой утверждались суды Божии над всякой плотью. Видите, жертвенник курения, мы говорили, что там происходило поклонение и хвала Богу. И хвала Богу означает перечислять все заслуги Бога, все его дела, которые он сотворил. Но золотая кадильница, там не дела, которые Бог сотворил, перечислялись, а дела, которые еще Бог не сотворил. В этой кадильнице должны были утверждаться суды Божии, которые Бог намерен сотворить. В этом и есть разница между золотым жертвенником курения и золотой кадильницей, которая тоже возносила курение, но этот стоял во святое, а кадильница вносилась во святое. И мы с вами говорили, что святое – это тоже субстанция Духа. Это та часть нашей души, которая соприкасается с нашим Духом и является бессмертной. А та часть нашей души, которая соприкасается с телом, называется смертной. И поэтому все то, что находилось за пределами святое, святых и святая, вот этого святилища, называлось смертным. А все то, что сюда входило, в золоте – это все было бессмертное. Давайте прочтем, что действительно золотая кадильница призвана была утверждать суды Божии на земле, то, чего еще не произошло. И если, повторяю, золотой жертвенник курения провозглашал то, что совершил и соделал Бог, то золотая кадильница должна была утвердить то, чего еще Бог не совершил, но хочет совершить. Откровение 8.1.6 «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом и даны им семь труп». Всегда, когда вы будете встречаться со словом «сем», имейте в виду, что это символический образ, код церкви. Семь ангелов и семь труп – это церковь Иисуса Христа, которой дано нечто провозглашать. Она причастна к Богу, во главе со Христом, разумеется. «И пришел иной ангел и стал перед жертвником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвник, который пред престолом. Смотрите результат. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющих семь труп, приготовились трубить». Начались великие бедствия, суды Божии, которые являлись результатом этой кадильницы. Причиной этих судов была золотая кадильница. Когда она была повержена, тогда начались громы, землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. И каждый трубил, и все, что трубили эти ангелы, это было содержание молитвы святых. Иной ангел, вносящий золотую кадильницу пред Богом в небеса, это Сын Божий. В достоинстве первосвященника, вносящего курительный состав наших молитв пред лице Божия. Всякий раз, когда мы утверждаем суды Божии на земле, то Иисус, как наш первосвященник, мы утверждаем в нем писанные суды, то он именно вносит наши молитвы, иной ангел пред лице Господа. Именно здесь, в курительном составе золотой кадильницы, человек в достоинстве князя и священника одновременно мог являть пред Богом его совершенство, быть его светом и его дождем. А посему курительный состав золотой кадильницы это образ совершенства, который мы являем посредством исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце. Только такая молитва, которая содержит в себе свойства подлинного курительного состава, может всыпаться в золотую кадильницу и воскуряться пред Богом, чтобы нам не умереть. Исследуя суть и бытие такой молитвы, которая призвана обладать свойством фемиама, стертого в порошок и достойной для всыпания в золотую кадильницу, мы пришли к выводу, что молитва это диалог человека с Богом, которое призвано протекать и творится только в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. Мгла в Писании это тайна, это святое место, это святая земля, Соломон сказал, ты благоволишь обитать во мгле, это неприступный свет, это сердце человека, это дух человека, это совесть человека, это мысли человека, это и наговорение, то есть это молитва на языках. Матфея 6,6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Это молитва Елизера. Еще не перестал я говорить в уме своем, говорит Елизер, как вышла девица, а он в уме сказал в тайной комнате, Отче, Бог, господина моего Авраама, вот я стою у источника, пусть это будет знамением, как я могу узнать, как я могу избрать невесту для сына господина моего, вот я стою у источника, это он говорит в уме своем, перед Богом, и та девица, которую ты приготовил для господина сына моего, когда она выйдет, и я подойду к ней и скажу, дай мне и спить, когда она выйдет черпать воду, потому что к вечеру девицы выходили черпать воду. Это было занятие исключительно женское, и для мужчины это был позор, мужчины никогда не приходили и не черпали воду, это было занятие женщин. Вот почему, когда Иисус сказал ученикам, когда пойдете в город, встретите человека, то есть мужчину, который будет нести кувшин воды, следуйте за ним, он приведет вас в горницу. Такого человека можно было легко обнаружить, потому что пронести кувшин воды, это значит понести поношение. Позор, он должен был пройти с позором и с поношением, все на него бы смотрели, что это такое, мужчина несет кувшин воды. Такого мужчину легко было обнаружить. В Иерусалиме в это время никто с кувшином воды мужчины не ходили, да еще в это время. Он говорит, вы встретите, это будет знамение, человек, несущий кувшин воды. это прообраз Сына Божьего, Христа, который взял поношение и пронес. Он говорит, укажет вам горницу. Так и здесь мы должны понять эту мысль. Ты же, когда можешься, войди в тайную комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему в тайне. Учитесь молиться Господу в вашей тайной комнате. Молитесь на языках и молитесь в своем уме, особенно те молитвы, те просьбы, которые являются очень сакральными, тайными для вас. Как только вы их выскажете своими устами, дьявол будет знать вашу тайну, вашу слабость. Вы думаете, что он знает все ваши слабости, он их не знает. Он не знает, где у вас появляется страх. Он не знает, где вы начинаете ослабевать, потому что ему не дано проникать в ваш дух. Он наблюдает извне, как вы будете себя вести. И если вы начинаете говорить, Господи, я боюсь, он говорит сразу своим начальникам легионеров, а ну-ка сюда легионы. Он боится этого. И тогда страх становится еще хуже. Но Писание говорит, что Бог ответит только тогда тебе, когда ты войдешь в тайную комнату, в его тайну, в его святилище. Он отвечает во святилище. Если он ответил о гаре в пустыне, тебе он не ответит в пустыне, ты должен войти во святилище, в тайну и сказать ему, Господи, в уме, я знаю, что твоя сила может сделать меня бесстрашным, я знаю, что ты меня можешь провести через это испытание, через эти обстоятельства. Помоги мне. И начинайте молиться на языках и в уме. другие вещи. Вы можете говорить умом, благодарю тебя, Господи, за то, что ты сотворил небо и землю, что ты оправдал меня, что ты дал мне силу наступать на всякую силу вражью. Что же дьявол знает от вас? Он скажет, он благодарит Бога за власть и силу наступать на всякую силу вражью. Он благодарит Бога за совершенные дела. А потом молится на языках, и он ничего не может понять. И тогда Бог, видящий, тайно отвечает явно. Робость уходит, страх уходит, вы побеждаете, вы уходите из трудных обстоятельств. Поэтому молитва это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати. Я скажу просто определение, так как мы уже с вами к ним обращались. В-третьих, молитва это выражение воли Божьей. Представленный в плоде Духа, который восполняет талканье и жажду Бога. То есть, если мы молимся не по воле Божьей, не выражаем волю Божьей в молитве, то это не молитва. Молитва существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей видимой и невидимой вселенной. Молитва обладает сущностью Бога. Молитва это способ, выражающий закон отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Именно посредством молитвы Святой Дух и Сын общаются друг с другом. Истинная молитва обладает той же природой, которой и обладает Бог. Она не имеет начала и не будет иметь конца. В седьмых молитве это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право и возможность изменять ход событий на планете Земля. Путь к пониманию неотвеченной молитвы лежит в непонимании сотрудничества со Святым Духом. Римлянам 8, 26. Ибо мы не знаем о чем молиться и как должно молиться, но сам Дух ходатайствует за нас возыханиями неизреченными. Вот другая версия данного стиха. Ибо мы не принимаем во внимание и не заботимся о том, каким образом надлежит молиться. Но если мы поставим себя в зависимость от Святого Духа и узнаем мысль Святого Духа, вот что говорит. Писание повествует, что когда Бог рассматривает и исследует наше сердце, в котором живет Святой Дух, Он знает, какая мысль у Духа, потому что ходатайство Святого Духа за нас происходит исключительно по воле Божией. Испытующий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Римлянам 8,27. Он не ходатайствует за нас по нашей воле. Он исходит от воли Бога и ходатайствует в соответствии этой воли. Исходя из этого местописания, если мы изберем предмет молитвы, который в данное время не совпадает с волей Бога или с Его временем, Он не ответит нам. Да, Бог обещал это в Писании, но восполнение каждого обетования связано с временами, но не с нашими временами, когда это мы понимаем, а с временами Бога. Он сказал, когда увидите вот это, тогда начинайте делать вот то-то и то-то. Поэтому Он не ответит нам. Если же мы совпадаем с Его волей и с Его временем, но не знаем, каким образом творить молитву, наши молитвы также останутся без ответа. И, разумеется, наши разочарования и растерянность являются естественной реакцией на неотвеченную молитву. Мы считаем, и это действительно так и есть, что если Бог что-то сказал, то Его Слово должно работать в нашей жизни. Что же мы ощущаем, когда наши молитвы остаются без ответа? Во-первых, мы ощущаем духовную и эмоциональную пустоту, которая может привести к печали, отчаянию, горечи и даже бунту. Во-вторых, чувство одиночества и отвержения Богом подталкивают нас к мысли о том, что Он не заботится о нас, и поэтому мы начинаем сомневаться в Его любви к нам. В-третьих, мы начинаем сомневаться в характере и чести Бога. В-четвертых, нестабильность нашей жизни подталкивает нас к вопросу, а можно ли доверять Богу? И молитва это нечто непостоянное и непредсказуемое. На что я могу рассчитывать, когда я молюсь? Когда однажды я сказал одному пастору, что я в это верю, он печально мне ответил, брат Аркадий, да, я знаю, что это написано в Писании, но оно так не бывает. я знаю, но он так не бывает на самом деле, потому что этот человек потерял фиаско в молитвах, Бог много раз ему не отвечал на его молитвы, и поэтому он продолжает служить Богу, но у него есть горечь и боль, и он теперь понимает, что все то, что написано в Писании, это не совсем правда. Далее мы начинаем делать преждевременные выводы о самих себе и о своих молитвах. В-шестых мы начинаем сомневаться в том, что Бог призвал нас молиться о призвании Божьих ходатайв. Один пастор мне сказал, ты знаешь, я люблю, как ты проповедуешь, но мне не нравится, как ты молишься. Ты так утверждаешь это все. Я не верю в молитву. Я люблю Слово Божие, он говорит, но я не верю в молитву. Я говорю о пасторах, я не говорю о рядовых людях. А представьте себе, что испытывают рядовые члены церкви, если пастора, которые руководят ими, имеют такое огорчение, такую разочарованность. В-седьмых мы можем начать обращаться к оккультным источникам, как поступил в Саул, когда Бог перестал отвечать на его молитвы. Практически неотвеченная молитва ставит перед нами те же вопросы, которые задал в свое время Иов. Когда Бог долго не отвечал ему, и он не понимал, что происходит, вот что он сказал. «Что вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Иова 21, 15. Я уже столько лет в проказе и не знаю за что. За что? Что я сделал? И теперь он, наконец, высказывает сомнение, что пользы вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы от того, что мы прибегаем к нему. Однако, если мы с вами сможем рассеять туман непонимания вокруг неотвеченной молитвы, почему Бог не отвечает на наши молитвы, то для нас откроются такие разъясняющие и успокаивающие истины. Во-первых, если молитва остается без ответа, значит, в нас что-то не так. А посему, если мы не получаем ответа, следует обратиться к Слову Божьему, исследовать и молиться, и тогда Слово Божье объяснит, на какие молитвы Бог отвечает и что может препятствовать получению просимого в молитве. Бытие 4, 4, 7. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Он огорчился, потому что Бог не ответил на его молитву. Огонь с неба не пришел на его жертву. Ведь раньше люди приносили жертвоприношение Богу таким образом, они не подносили огня, они устраивали жертвенник, ложили жертву и призывали Бога, то есть ожидали, что Господь скажет, ответит Он на их молитву. И когда огонь сходил с неба и пожирал жертву, это говорило, что жертва нашла благоволение пред Богом, и в это время Бог начинал говорить. А если огонь не приходил, жертва так и оставалась, Бог не обращал на нее внимания, и Бог молчал, не говорил, не отвечал на эту молитву. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Когда вы огорчаетесь, вы становитесь Каинами. Когда вы огорчаетесь, почему Бог не отвечает на вашу молитву? Когда вы не способны ожидать, не способны обвинить самого себя и сказать во мне что-то не так, я буду искать. Я буду искать в Слове Божьем, буду ходить на собрания, приготовлять сердце к слушанию, ожидать. Быть может, Бог откроет, что во мне? Почему Бог молчит? Почему не отвечает? Я буду ожидать. Каин не хотел ожидать. Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Именно после огорчения такого у нас появляется зависть к тем людям, которые помазаны Богом, успешны, которым Бог отвечает на молитвы. Во-вторых, каждая молитва, произнесенная с верой и по Слову Божьему, уже отвечена. И это только вопрос времени, когда ответ станет видимым. Мы должны знать, что когда мы молимся в соответствии воли Божьей, то есть пришло время молиться, нам нужно только в это время провозгласить, и мы должны знать, что ответ уже есть. Мы должны только утвердить этот ответ, и он станет видимым, когда Бог этого захочет. Даниила, 9, 21, 23, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной, обратили внимание, во время вечерней жертвы, ночью, ночь ночи открывает знания, день дню передает речь. То есть сердце Даниила было образовано в ночь, то есть способно воспринимать откровение Божье, Божью ночь, то есть из неприступного света общаться в этом неприступном свете. И он вразумлял меня и говорил со мною, сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению, и вот теперь секрет, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразуми видение. Дальше, если вы будете читать, то вы увидите, что он с ним заговорил после почти трех недель, трех седмиц. Он уже три седмицы молился в посте и молитве. Он ему говорит, в начале твоего моления, как только ты начал молиться, вышло слово, но он говорит причина, почему оно не пришло сразу к тебе. Он говорит, князь царства персидского выступил против меня, демонический князь, владеющий над княжеством Персии, в котором в это время находился Даниил и пленником которого он являлся. Он говорит, выступил против меня, и я должен был сражаться с ним, а сражался он с ним молитвами Даниила. Ангел не может сражаться. Вы думаете, что они сражаются чем? Они сражаются вашими молитвами, вашей верностью, вашим терпением, вашим упованием, вашей неотступностью. Когда вы не огорчаетесь, когда вы ожидаете, когда вы знаете, я молился по воле Божией, и оно придет, оно все равно придет, я буду ждать. И тогда у Гавриила есть меч, у этого полководца, который стоит за вас. Но он говорит, битва затянулась, и тогда Бог послал еще одно войско во главе с Михаилом Архангелом. И вот говорит, он остался там продолжать эту войну, а я пришел к тебе в это время. Дух Святой хочет, чтобы его народ восстановил себя в статусе ходатая. Перестал огорчаться, обижаться и начал молиться в соответствии его воли. В-третьих, Бог отвечает сразу, когда мы просим его о чем-то, но свой ответ открывает то время, которое выбирает сам. Я часто слышал такие молитвы, Господи, если ты не ответишь сегодня, завтра это мне уже не нужно будет. Какая печаль, какая трагедия, какое безумие, как можно так с Богом разговаривать? Как будто бы Бог куда-то может опоздать, даже если ты умрешь, но ты был верен обетованию, Он тебя воскресит, чтобы это обетование исполнилось в твоей жизни. Павел несколько раз умирал, и Бог воскрешал его, потому что он не выполнил своего призвания, и те обетования, которые он исповедал, что они исполнились в его жизни, должны были исполниться. Не бойтесь смерти, смотрящей вам в глаза. Продолжайте уповать на Бога и продолжайте исповедовать те обетования, которые принадлежат вам и детям вашим. Деяние 1,6,7 «Посимо, не сойдясь, ученики спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» На что Иисус им ответил, «Не ваше дело знать времена и сроки, положенные отцом в его власти». И далее он сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на воздух Святой, и будете мне свидетелями от края и до края земли». В-четвертых, Бог верен своему обещанию отвечать на наши молитвы. Наше непонимание молитвы настолько извращено, что мы часто беремся утверждать, что те или иные события либо вообще не могут произойти, либо имеют очень мало шансов произойти. Мы говорим, да, это так, да, это в Писании написано, но это не может произойти, так не бывает. Мы так говорим. Но Марк 11, 24 говорит, «Потому говорю вам все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получите и будет вам. А верить можно только тогда, когда вы имеете это обетование в вашем сердце». Посмотрите, верить в что-то, то, что я хочу, невозможно. Верить можно только в то, что хочет Бог. Вера отслышания Слова Божия. И вот когда я его услышал и знаю, что это мое, и оно принадлежит мне, только тогда я могу верить. Верьте. Часто человек говорит, я верю, потому что это написано. Я говорю, у тебя ничего не произойдет, потому что то, что написано, должно зазвучать вот здесь и написано быть на твоем сердце. И когда оно будет писаться на твоем сердце, то услышишь голос, тихий голос, ты почувствуешь, что оно твое. Точно так, как беременная женщина ощутила беременность, еще ничего не видно, но она знает, что она получила семя, и что она забеременела, и что она носит плод. теперь вы можете говорить все, что угодно, они говорят, но ничего же нет, да ничего же не видно, да оставь, пожалуйста. А она говорит, есть. Это знаю только я одна. Это будете знать только вы и никто другой. Когда Бог дает это семя, в этом семье есть новое имя, которое знаете только вы и больше никто. Так говорится в откровении. Только тот, кто получает, знает это имя. Бог говорит, я дам тебе такое имя, которое будешь знать только ты. Поэтому никто не может видеть, что есть вас. Но когда вы будете твердо знать, вы измените вашу осанку, ваши плечи не будут согвенными, лицо не будет опущено вниз. Вы расправите плечи, поднимите голову, вы пойдете царской поступью, вы будете смотреть вверх, а не вниз, потому что приближается ваше избавление. Оно растет у вас там, это избавление, вы уже его получили. Вот тогда верьте, вот тогда только верьте. Поэтому согласно этим словам, все то, о чем мы просим, уже произошло в духовном мире. Другими словами говоря, мы должны просить то, что является реальностью и то, что произошло в духовном мире, то есть в нашем сердце, а не то, что только написано, как вы любите часто называть «Моя Библия». Я как-то не дерзаю никогда так сказать «Моя Библия». Ну, то есть, да, мой Бог, следовательно, как бы «Моя Библия», но сказать «Моя Библия» это говорит о том, что это я ее написал. «Моя Библия» это значит «Моя книга». Там мои мысли, это я написал. Поэтому я не могу сказать «Это моя Библия». Я всегда говорю «Это Слово Божие». Это мысли Божие. Если вы слышите каких-то проповедников говорят «Моя Библия», знайте, что это слепые вожди. Немедленно прекращайте их слушать, уходите от них. Потому что у них есть их Библия. А у вас есть Слово Божие. Это Библия, это книга Бога, а не наша книга. Это книга Божия. Это его мысли. У нас не должно быть нашей собственной книги. Наша собственная книга должна стать, мы должны переписать эту книгу в нашу книгу. И сказал Господь, отныне теперь это не твой жезл, это мой. Теперь этим жезлом будешь творить чудеса. Если до того, как Моисей потерял свою душу, еще не бросая своего жезла, это был жезл Моисея, а теперь он сказал после потери возьми его за хвост и сказал а теперь это жезл Божий, он больше тебе не принадлежит. Им ты будешь творить чудеса. Человек не потерявший душу свою не может быть знамением для Господа и для окружающих, не может быть светом, и Бог не может с ним иметь правовых отношений. Так и здесь. В-пятых, воля Бога и Его Слово исполняется только при условии, что оно правильно понято и применимо на практике. Еще раз, воля Бога и Его Слово исполняется только при одном условии, что мы правильно их поняли и можем правильно применять их на практике. Деяние 10.1.6 В Кесарии был некоторым муж именем Корнели сотник из полка называемого итальйским. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, и всегда молящийся Богу. Он, видя неясно, видел около девятого часа дня ангела Божий, который вошел к нему и сказал ему Корнили. Он же, взглянув на него и, испугавшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, только тогда, когда Корнили правильно понял Господа, он боялся Бога, много молился, много постился. И тогда Бог дал ему понятие, как правильно понимать Слово Божие. Это нужно пригласить учителя. не поймешь Слово Божие сам без учителя. Бесполезно. Тогда Бог открывает, я даю тебе учителя, призови его. Слово призови также означает молчи пред ним и слушай, что он будет говорить тебе. И слова, которые он скажет тебе, послужат для тебя спасением и для дома твоего. Поэтому люди, не имеющие такого учителя, люди, для которых пастор просто фигурка, которая делает объявление, конечно же, они не смогут получить спасение ни для себя, ни для дома своего. Они думают, что раз они спасены, как они говорят, то спасены их дети. Извините, но ваше спасение не утверждено. Вы не творите правду, вы не разумеете, что это такое. Как ваши дети могут быть спасены? Каким образом вы надеетесь на это обетование? Это обетование принадлежит нашим детям только тогда, когда мы утвердили свое спасение, когда мы начали творить правду и освящаться, когда мы научились молиться, когда мы научились уподобили золотой кадельнице и стали вносить ее во святая святых и стали утверждать писанные суды, а не то, что мы хотим. Мы сейчас склоним колено и будем молиться. Да благословит Господь нас в этой молитве и я приглашаю всех святых, которые хотят бросить вызов возможно своей непотерянной душе, возможно своим физическим недугам, возможно атакам дьявола, возможно какой-то зависимости, какому-то разрушению, какой-то утрате. Бог может восполнить. Верьте, если это обетование, Бог его восполнит. Достаточно только признать виновным себя, а не Бога. Прекратите винить ваших родителей, прекратите винить ваших боссов, ваших менеджеров, прекратите винить вашу сестру и вашего брата, вашего мужа и вашу жену, ваших детей. Никого не вините. Простите всех, на кого вы огорчены. Тогда и проще на вам будет. Склоним колено. Мы ждем вас у алтаря. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глупо верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто может осуждать? Иисус Христос умер, но Он и воскрес для оправдания вашего. Глаза закрыты. Это один из элементов тайной комнаты. Бог хочет, чтобы вы воздевали руки без гнева и сомнения. Это знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Гнев это обида, огорчение. Ваши руки говорят, что у вас нет гнева. Вы больше не огорчаетесь на Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моей болью, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, омой меня, очисть меня, прости меня, покрой мой позор, исцели мою душу, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светным лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч чудесную Тебя А к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки Аминь.